Прежде всего я хотел бы остановиться на том, как устроена наша система расчетов. Традиционно в нашем институте мы используем различные типы моделей. Но в данном случае в связи с высокой неоднородностью российской экономики, в связи с разными уровнями эффективности, все-таки наша экономика до сих пор находится в стадии формирования новых механизмов хозяйствования после развала Советского Союза. Поэтому для нас структурные компоненты экономики очень важны. И с этим мы используем такие инструменты, которые позволяют эту структурную неоднородность оценивать. Ключевым инструментом в данном случае являются таблицы затраты выпуск и модели, которые построены на их основе. Соответственно, таблица затраты выпуск – это основа нашего макроструктурного, макроэкономического инструмента, который дополняется балансом выбросов парниковых газов различных видов, как энергетического сектора, так и энергетического сектора, так и сектора ЗИЗЛХ. Соответственно, понятно, что ключевые выбросы связаны с энергетикой, поэтому мы имеем широкое представление энергетического баланса. Ну и, собственно, на основании этого мы рассчитываем и эффекты на снижение парниковых газов, влияние тех или иных мероприятий в области климатической политики на макроэкономическую динамику и на динамику развития отдельных секторов экономики. Ну и вот все это позволяет нам иметь такую, как мы говорим, структурно богатую картину изменения различных параметров и аспектов нашей экономики в зависимости от того, какой вариант климатической парики реализуется у нас в стране, ну и в целом в мире. Понятно, что российская экономика, ну, к нашему сожалению, все еще достаточно сильно отстает по уровню эффективности от ведущих стран мира. С одной стороны, это, конечно, наш серьезный недостаток, недостаток нашей экономики, но, с другой стороны, это позволяет нам использовать широкий диапазон технологических мер, мер экономической политики, которые позволяют нам в том числе и повышать экономическую эффективность, и, с другой стороны, снижать ущерб с точки зрения выбросов парниковых газов. Вот здесь видно, насколько широкий этот диапазон, каков, так сказать, каковы наши возможности. Проблема только в одном. Нам нужно сформировать такой сценарий экономического развития, который позволял бы нам не просто снижать выбросы, но и при этом обеспечивать приемлемый уровень экономического развития. Так как все-таки мы страна развивающаяся, для нас принципиально важно иметь вот этот вот устойчивый экономический рост, который позволял бы нам снижать проблему бедности, роста уровня и качества жизни населения. Ну и, прежде всего, конечно, это все должно происходить на базе технологической модернизации. Вот здесь есть компромисс, который позволяет нам, с одной стороны, расти приемлемыми темпами, а, с другой стороны, обеспечивать снижение выбросов парниковых газов. Ну, у нас, безусловно, существует большой набор сценариев, по которым мы рассчитываем, в том числе и климатическую политику, но в данном случае, значит, таких сценарий базовых три. Первый – это сценарий, ну, будем его называть «business as usual», то есть это сценарий, в котором сохраняются ключевые тренды текущего экономического и научно-технологического развития нашей экономики. Второй сценарий – это сценарий агрессивный, он предполагает приоритетом именно снижение выбросов парникового газа, то есть без учета, значит, каких-то там особенностей российской экономики. И, в принципе, этот сценарий исходит из того, что, значит, где-то, ну, то есть он ложится вот в логику снижения температуры там на полтора градуса. То есть вот если мы будем этому полностью следовать, не учитывая каких-то особенностей нашей экономики, то, значит, сформируется вот этот самый агрессивный сценарий. Ну и, наконец, разумный сценарий – это сценарий, который мы пытались подобрать таким образом, чтобы набор мер экономической политики обеспечивал бы приемлемую экономическую динамику. Здесь есть масса мероприятий, ну, вот вы их можете видеть на этом слайде, по снижению выбросов парниковых газов, но при этом нужно отметить, что этот сценарий обеспечивает нам все-таки приемлемый экономический рост. Сейчас мы это увидим на дальнейших слайдах. Ну, это, наверное, ключевой график. Здесь показана динамика выбросов по всем трем сценариям. Прежде всего, мы видим, что базовый сценарий, в котором Россия не меняет свою каллигматическую политику, является для нас неприемлемым, потому что при темпах экономического роста больше 2-3%, он входит в противоречие с нашими обязательствами, которые взяла наша страна по Парижскому соглашению. При этом, как справедливо Алекс уже заметил, эти обязательства являются относительно неамбициозными. И все равно мы видим, что мы их пробиваем уже где-то в районе 30-го года. Поэтому ясно, что сохранять текущие тренды климатической политики Россия не может, ни в силу своих текущих обязательств, ни в силу того, что все-таки нам требуется модернизация экономики, энергетики. И в этом смысле этот сценарий, еще раз базовый, является для нас неприемлемым. Вторая история – это агрессивный сценарий. Мы видим, что если Россия игнорирует риски и угрозы, возникающие в результате агрессивного снижения выбросов парниковых газов, то это приводит к тому, что, конечно, мы достигаем показателей примерно 540 миллионов тонн выбросов СО2-эквивалента к 50-му году. Но за это нам придется заплатить довольно серьезную цену. Сейчас мы увидим, примерно какие показатели там мы получаем. Ну и, наконец, вот этот вот разумный сценарий, про который мы говорим. С одной стороны, мы видим, что вроде бы в первые годы его реализации, то есть период примерно до 2025 года, все-таки выбросы растут. Но опять же, с учетом той огромной базы снижения, которая произошла в период с 1990 года. Но потом, значит, происходит стабилизация, и на самом деле это означает, что на уровне и 30-го года, и 10-го года мы можем обеспечить снижение выбросов даже с учетом повышения амбициозности задачи при снижении климата. То есть это уровень не 70, а там, допустим, 60% от 1990 года. Теперь, что касается экономической динамики. Ну, вот вы видите, что базовый сценарий имеет среднегодовые темпы роста порядка 3,1% в 2021-2050 годах. Разумный сценарий чуть меньше, порядка 3, а агрессивный сценарий 1,3%. Но вот отсюда можно сделать вывод, что вот это агрессивное снижение выбросов парниковых газов, когда мы там используем самые агрессивные технологии, к сожалению, для нашей экономики, по-видимому, является не очень приемлемым. Потому что потеря практически половины темпов роста на таком длительном периоде времени, это, конечно, с одной стороны, ущерб всем целям развития, которые ставит перед собой наша страна. А с другой стороны, вот если мы посмотрим на нижний график, то видно, что это означает и ряд тяжелых потерь, связанных, во-первых, с ростом цен на энергию, ростом импорта, ну и, собственно, необходимостью девальвации курса рубля, ну и всеми вытекающими из этого последствиями, которые, конечно, негативно будут влиять на долгосрочный потенциал экономического роста в нашей стране. Ну, есть вот и такой, значит, слайд, на котором мы показываем, как, собственно, отдельные параметры изменения технологий и структурных сдвигов влияют на изменение выброса упорниковых газов, то есть это баланс по каждому сценарию. Вот, собственно, ну, на эти оценки можно смотреть более внимательно, но, в общем, главное состоит в том, что наша идеология расчетов, которую мы ведем, она основывается на том, что мы пытаемся каждую технологию свести в какие-то отраслевые сюжеты и, собственно, на основе этих отраслевых сюжетов формировать итоговые экономические оценки. Да, и очень важный момент, который мы вот дискутируем у нас и в стране, и я думаю, что и с нашими европейскими коллегами мы будем это обсуждать. Все-таки, значит, история с тем, что, значит, Россия, как я уже говорил, страна развивающаяся и отстающая в уровне использования технологий, фактически это означает, что мы двигаемся за развитыми странами и ключевым драйвером вот этого движения, или, там сказать, то, чем определяется скорость этого движения, является инвестиция в основной капитал. Вот у нас по видам деятельности есть очень жесткая связь между, значит, параметрами снижения энергоемкости, карбоноемкости по видам деятельности и инвестиционной деятельностью. И, собственно, главный тезис, который я хотел бы вот в этом смысле донести, состоит в том, что если Россия имеет приемлемые темпы экономического роста, осуществляет нормальный уровень инвестиционной активности, модернизирует ключевые сектора экономики и энергетики, то вот в этом случае как раз мы получаем ситуацию, при которой формируется естественным образом разумный сценарий. То есть общая макроэкономическая динамика и динамика инвестиций в основной капитал являются приоритетной по отношению к каким-то отдельным мерам экономической политики, направленной на снижение климата. Если российская экономика будет развиваться нормально, мы будем иметь ускоренное снижение и энергоемкости, и карбоноемкости. Это очень важно. Ну вот в этом месте я хотел бы передать слово моему коллеге Андрею Колпакову. Андрей, пожалуйста. Спасибо. Значит, я буквально несколько вещей по этому слайду дополнил, но в принципе я хотел бы показать буквально три слайда и для того, чтобы сделать переход на наши параллельные сессии, чтобы обозначить те вопросы, которые у нас остаются, как у модельеров. Что вообще показано на этом слайде на картинках? Голубенькие линии — это фактические значения удельного энергопотребления в разных энергоемких, в том числе энергоемких отраслях нашей экономики. А темно-синие линии — это регрессионное приближение через накопленные инвестиции и через степень утилизации мощностей. И эти параметры, они взяты со знаком минус. То есть получается, что чем больше инвестиций, чем больше степень загрузки мощностей, тем меньше удельное потребление энергии, а значит, тем меньше удельная карбоноемкость. И вот наш вывод, который мы делаем, он состоит в том, что даже обычный рутинный инвестиционный процесс в нашей стране, он ведет к снижению удельной карбоноемкости. Да, если компании имеют свои программы энергоэффективности, они могут работать над улучшением своих показателей — экологических, климатических. Но когда мы смотрим на экономику в целом, то если не будет достаточного экономического роста, если не будет достаточных инвестиций, то мы просто не сможем обеспечить приемлемую динамику структурно-технологических сдвигов в нашей стране. И поэтому, когда мы говорим про агрессивный сценарий, там мы имеем потерю экономической динамики. А значит, этот сценарий будет характеризоваться худшими характеристиками удельной энергоемкости, удельной карбоноемкости, чем сценарий разумный. И это очень важный аспект наших модельных построений. Следующая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, касается электроэнергетики. В нашей стране существует специальная программа, которая называется программа договоров о предоставлении мощности. Она предполагает для компаний, которые строят новые генерирующие мощности в сфере электрогенерации, эта программа обеспечивает им гарантированную доходность, гарантированную окупаемость этих инвестпроектов. В нашей стране строятся по этой программе объекты как в тепловой генерации, так и в сфере атомной гидрогенерации, и строятся объекты в сфере возобновляемых источников энергии. Так вот, если вводятся мощности атомных блоков, гидро или ВИА, то они, безусловно, замещают тепловые электростанции в структуре генерации. Благодаря этому не происходит сжигание топлив, не происходит выбросов парниковых газов, и это, безусловно, позволяет нам экономить выбросы парниковых газов. Но в то же время мы наблюдаем, что инвестпроекты в сфере тепловой генерации позволили очень существенно нарастить ее эффективность за последние 10 лет. То есть, удельный расход топлива на тепловых электростанциях снизился существенно, снизился заметно, и это на самом деле тоже позволило экономить нашей стране выбросы. Так вот, если мы возьмем плату, которую получили генерирующие компании за эти проекты, и поделим эти расходы на объем сэкономленных выбросов, то мы увидим, это вот табличка справа, мы увидим, что самыми эффективными проектами были строительства атомных электростанций, потому что удельная стоимость экономии одной тонны СО2-эквивалента составила 88 евро. Инвестиционные проекты в сфере тепловой генерации сопоставимы по этому показателю. Это примерно 92 евро на тонну СО2-эквивалента. Гидрогенерация дороже в полтора раза, а проекты в сфере ВИА оказались дороже в 10 раз, то есть на порядок. И отсюда мы делаем вывод, что в наших условиях, в нашей стране, наиболее эффективными способами снижения выбросов электрогенерации являются все-таки атомные проекты и проекты в сфере модернизации тепловой генерации. И когда мы строили разумный сценарий, именно эти факторы мы помещали в него. Там у нас заложена модернизация ТЭС, увеличение доли комбинированной выработки на теплоэлектроцентралях и также довольно амбициозные планы по строительству новых атомных блоков. А в сценарии агрессивном у нас очень мощный упор делается на возобновляемые источники энергии. Ну а поскольку, по нашим оценкам, они оказываются дороже, то и это сильно дороже, то это приводит к удорожанию энергии для нашей страны. И последний момент, на мой взгляд, он очень важный. Он касается наших лесов. Дело в том, что Россия ставит для себя, формулирует для себя климатические цели в терминах неттоэмиссии парниковых газов. То есть мы учитываем поглощающую способность наших российских лесов. Поэтому, когда мы стали строить сценарии, мы все-таки в первую очередь экономисты. Да, мы разбираемся в каких-то отраслях важных, и мы начали строить сценарии. И мы столкнулись с тем, что нам нужны внешние сценарии по поглощению углерода нашими российскими лесами в долгосрочной перспективе. Мы начали изучать материалы, и очень богатый опыт накоплен в сфере изучения лесов, лесного хозяйства. И мы поняли, что там существует огромное количество проблем в сфере даже определения того, а сколько наши леса сегодня поглощают. У нас есть, сколько у нас лесов вообще, в каком мы несостоянии, сколько у нас есть проблемы даже с первичной информацией, не говоря уже о других более глубоких аспектах. И, видимо, поэтому количество долгосрочных прогнозов, которые показывают, а какая может быть поглощающая способность к середине века, таких работ не очень много. Вот здесь я в таблице привел буквально несколько работ, на которые мы опираемся. Эти работы построены на той методологии, которая используется при построении кадастров. Поэтому на них корректно опираться в нашей работе. По разным оценкам, к середине века поглощающая способность в базовом сценарии может снизиться вплоть до 90%, если ничего не делать. И, соответственно, вот эту динамику мы взяли и заложили в базовый сценарий. И я сейчас вернусь, покажу его. Видите, серая линия базового сценария, она очень сильно улетает вверх. Почему? Именно потому, что теряется поглощение нашими лесами. А это где-то 500-600 миллионов тонн CO2 эквивалента в год. Вот поэтому эта линия так сильно улетает. А в альтернативных сценариях, в том числе в разумном сценарии, мы все-таки закладываем сохранение значительного потенциала для поглощения путем работы с лесным хозяйством, путем реализации лесных проектов. Но все равно, когда мы опираемся на существующие работы, все равно там получается некоторое падение поглощающей способности. И вот то, что для нас важно, как людей, которые скорее со стороны смотрят на эту сферу. А вообще, в принципе, а мы можем представить себе позитивные сценарии в плане нашего лесного хозяйства? Мы можем им позаниматься? Мы можем обеспечить рост поглощающей способности, чтобы это позволило решать наши климатические аспекты? Так вот, если резюмировать, здесь перечислены вопросы, которые у нас, как у модельеров, есть и которые нам было интересно обсудить. Именно поэтому мы разделили их на три параллельные сессии. В плане электроэнергетики это все-таки какая у нас будет ожидаться перспективная структура генерации? И какие у нас есть социально-экономические ограничения в плане строительства новых блоков? Можем ли мы позволить себе те или иные проекты в плане реального сектора? Мы хотели бы обсудить, какие наиболее реалистичные мы можем ожидать технологические сдвиги. Какие технологии могут внедряться? И опять же, а есть ли вот это влияние экономического фактора, который мы показывали, что если у нас экономика будет стагнировать, и в ней не будет никаких позитивной динамики инвестиций, то нам кажется, что мы не можем ожидать каких-то существенного роста ее эффективности. Имеет ли этот тезис, как сказать, право на существование? Нам кажется, что имеет, мы в нем довольно уверены. Вот хотелось бы тоже послушать обратную реакцию. Ну и в плане лесов это, конечно, хочется пообсуждать и видение базовой траектории. Все-таки мы идем на повышение поглощающей способности или на ее понижение. Каковы перспективы реализации лесоклиматических проектов и какова будет стоимость этих проектов? Ну и самый главный вопрос, который нас интересует, а все-таки мы можем нарисовать оптимистичный сценарий для сектора Зизл или нет? Все, на этом мы свою презентацию заканчиваем. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сейчас есть некоторая возможность для того, чтобы задать вопросы по презентациям, которые вы видели. Поэтому, если такие вопросы есть, то прошу поднимать руку или голосом такие вопросы задать. Позвольте задать вопрос? Да. Цибульский Курчановский институт. Вы, наверное, позволите задать вопрос? Да, 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 конечно. Тогда у меня один вопрос, который касается общего характера вообще, говорю, всех презентаций, которые здесь были сделаны. В расчетах вы используете весьма сложные, комплексные модели, в которых множество связей параметров друг с другом. Эти параметры зачастую являются такими малоопределенными, их невозможно, многие из них, померить. Какова степень достоверности тех результатов или тех прогнозов, по которым вы хотите представить, на основании которого вы хотите сделать заключение? Ну, вот для меня, например, разница в 3% и 3,1% это не представляется даже серьезно, не подлежит обсуждению. Но, тем не менее, все-таки мне хотелось бы знать ваше мнение. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что было бы правильно сначала на этот вопрос дать ответить нашим европейским коллегам, прежде всего Алексу, я думаю, если он нас слышит. потому что, ну, мы часто слышим такого рода вопросы, я думаю, что важно, чтобы мы как бы все сформулировали свою общую точку зрения по этому поводу. Алекс, вы можете сказать несколько слов? Вы спрашиваете, в какой степени мы, в общем-то, уверены в этих моделях? Понятное дело, что разные модели дают разные результаты, разные ответы, и качество входных данных здесь, конечно, играет не последнюю роль. Тут по-хорошему можно было задаться вопросом о том, насколько мы доверяем модели. Да, в общем-то, и к вопросам, которые мы к этим моделям создаем, тоже могут быть вопросы. Применительно к российской ситуации и, конечно, нам трудно давать прогнозы о том, как именно будет меняться регулирование, например, в вашей стране. Мы исходим из того, что если регулирование никак не будет меняться, скорее всего, мы увидим просто продолжение той же самой истории. Мне кажется, на самом деле, даже более важным другой вопрос. Вопрос о том, каким нам в целом видится будущее, какими могут быть климатические меры, и какой может быть их поддержка со стороны как госсектора, так и частного сектора. Ну, то есть, можно уже сколько угодно вводить новые правила, но если объекты регулирования их всерьез не воспринимают, ну, уже после этого, да, можно задаваться конкретными вопросами или смотреть, как мы можем внедрять те или иные мероприятия, те или иные нормы или стандарты для минимизации выбросов с одной стороны и сохранения темпов экономического роста с другой. Действительно, большая часть моделей показывает, что достаточно агрессивная борьба с выбросами приводит к тому или иному снижению темпов экономического роста. Вы знаете, мне очень трудно, я не хотел бы, на самом деле, отвечать на вопрос настолько общий. Мне кажется, более конструктивным, то есть, уточнить вопрос до конкретной модели и конкретного вопроса, и так бы я взял. Спасибо, Алекс. Да, вопрос, конечно, общий, но я от нас, от российских модельеров, как мы говорим, хотел бы немножко сказать. На самом деле, прогноз, ну, как говорили наши учителя, это не предсказание, мы не предсказываем будущее, мы пытаемся оценить, как тот или иной набор мер экономической политики, действий или бездействий экономических властей приводит к какому результату, ну вот в той конфигурации экономики, которую мы видим. И в этой связи отличие там 3%, 3,1%, да, это минимальное различие, но это просто говорит о том, что два сценария по темпам роста сопоставимы, но структурно они абсолютно несопоставимы, это два разных абсолютно сценария. И чем хороша история с оценкой последствий климатических регулирований? Потому что мы имеем тут дело не с каким-то абстракцией, а мы имеем дело с набором технологий, которые неплохо описываются при помощи экономических индикаторов. Это и затраты, это и добавленная стоимость, это изменение цены, доходов и так далее. И вот, собственно, вот этот вот весь комплекс взаимодействий в рамках климатической политики мы оцениваем. И результаты у нас не столько количественные, сколько качественные. Вот мы говорим, что базовый сценарий, то есть сценарий, в котором мы не проводим никакой разумной климатической политики, он для нас неприемлем, он неприемлем и для нас, и для мирового сообщества. То есть на самом деле в этом случае мы становимся, так сказать, страной, которая игнорирует свои собственные обязательства и глобальные мировые тенденции. Мы, с другой стороны, говорим, что экономические последствия разумного сценария, то есть агрессивного сценария приводят к тому, что мы теряем в темпе экономического роста и не можем решать те задачи, которые стоят перед нами помимо климатической повестки. И кроме того, мы говорим о том, что, смотрите, есть возможность на базе известных, доступных технологий получить такой сценарий, который позволяет сбалансировать задачи развития экономики и задачи климатического регулирования. И вот в этом я считаю, что необходимость такого рода расчетов, которые мы и наши коллеги делают. И, наконец, значит, никакой прогноз не является истинной в последней инстанции, потому что, еще раз, мы не знаем, что будет в будущем. Мы пытаемся сконструировать его. Так вот, кроме того, что мы проводим прогнозные оценки одним способом, мы их проводим другим способом. Вы видели, что у наших коллег сейчас есть 8 моделей, которые оценивают последствия климатических сюжетов для России. Вот когда мы видим такое разнообразие модельных инструментов, когда мы можем анализировать результаты, вот тогда и возникает как раз некоторое такое состояние, при котором мы можем уже более-менее уверенно говорить о эффективности того или иного набора мер экономической политики и тех или иных результатов, к которым они приводят. Спасибо. У нас еще есть два вопроса. Я вижу, Дирк поднял руку. Вам слово. Всем привет. Спасибо большое за интересные презентации, коллеги. У меня показалось неожиданным то, насколько сильно различаются ваши прогнозы по росту ВВП между агрессивным и разумным сценарием. Если вы могли бы показать табличку, из которой все это взялось, было бы очень интересно. Ну, у вас там сколько получается? 1,7% разница, да? Меньше. Я вот догадываюсь, что это в основном связано с сокращением экспорта углеводородов, правильно? Или какой-то еще генезис у этой дельты? И вот это же на самом деле, знаете, как можно сформировать этот вопрос? А почему вы в разумном сценарии не учитываете потери от сокращения экспорта углеводородов, при том, что ваши все торговые партнеры уже анонсировали аналогичные задачи? Можно отвечать? Но смотрите, на самом деле история не только с потерями от углеводородов, а история в том числе с активным внедрением ВИА в энергетике нашей страны и вообще других, я бы сказал, агрессивных энергосберегающих технологий, проблема в том, что мы этими технологиями пока не располагаем. Это означает, что вот такой агрессивный сценарий потребует значительного увеличения технологического импорта. и при снижении спроса на углеводороды вовне, который есть и у нас в разумном сценарии, это приводит к необходимости существенного ослабления курса нашей национальной валюты. так как торговый баланс у нас начинает каким-то так или иначе схлопываться, и отсюда мы имеем вот целый набор проблем. То есть версия состоит в том, что мы можем проводить агрессивный сценарий, но только тогда, когда наша экономика будет в состоянии его переварить, то есть тогда, когда будет модернизирована база и ядро реального сектора. То есть когда уровень тех технологий, которые мы имеем у себя внутри, позволит нам минимизировать вот это влияние технологического импорта на снижение необходимого для снижения выбросов. Вот наша зависимость от технологического импорта это как раз ключевая история этого самого агрессивного сценария, а не просто потери от экспорта углеводородов. А во втором сценарии, в разумном сценарии, у нас история же про что? Что мы да, используем возможности модернизации нашего энергетического сектора, в том числе на ископаемом сырье, то есть это более высокие технологии использования газа, угля, тех же самых нефтепродуктов. В общем, мы пытаемся парировать снижение спроса во внешнем мире тем, что мы повышаем эффективность у себя. Ну и набор других мер экономической политики, которые с одной стороны приводят к снижению выбросов, с другой стороны позволяют нам технологически постепенно развиваться. И еще раз, в определенный момент времени, когда уровень эффективности большинства секторов нашей экономики будет адекватным, мы сможем перейти и к агрессивному сценарию. Просто это произойдет позже, чем, безусловно, в странах Европейского союзу. очень мощный негативный эффект. Спасибо. То есть у вас даже в разумном сценарии у вас заложено снижение экспорта углеводородов. Это было неважно услышать. Спасибо за это точнение. Я вижу еще один вопрос. Мстислав Афанасьев, пожалуйста. Александр Александрович, спасибо за интересную модель. У меня вопрос следующий. Что является исходной точкой для расчетов? Две-три недели назад спецпредставитель президента Анатолия Боисовича Чубайс на ассоциации независимых директоров сказал, это цитата, что взятые Россией обязательства по снижению выбросов СО2 по отношению к 1990 году фактически означает для России к 2030 году рост выбросов СО2. И вот соответствуемый вопрос при построении этой модели очевидно, что является исходной точкой для этих расчетов. Спасибо. Ну, да, большое спасибо за вопрос. Вот. Моя позиция Анатолия Борисовича знаем, слышим. Значит, безусловно, если мы посмотрим на те графики, которые были, значит, я думаю, что не стоит показывать их, но там видно, что даже в разумном сценарии мы имеем действительно в ближайшие годы рост выбросов. Но это естественно, потому что если в период модернизации, который, надеюсь, активный, начнется в нашей экономике, мы будем расти темпами ну, там, около 3%, то с учетом того, что происходило в экономике России в предыдущие 30 лет, рост этот является абсолютно естественным. И он будет. Вот. Он будет при всех условиях, значит, даже в агрессивном сценарии, если мы посмотрим на него, то видно, что вот это вот резкое падение выбросов начинается где-то прям порядка с 30-го года. Вот. Потому что иначе не получается, потому что у нас есть энергетика, да, она устроена определенным образом, у нас есть промышленность, которая устроена определенным образом, сельское хозяйство, ну и так далее. Вот. Вопрос о том, насколько уровень, значит, вот этих выбросов в 70%, которые стоят у нас сейчас по Парижскому соглашению, является для нас, ну, как это сказать, амбициозным или нормальным. Значит, ну, на наш взгляд, он является для нас нормальным в том смысле, что мы понимаем, что с тщением временем, и это показано в нашем, значит, опять же, разумном сценарии, мы этот уровень амбициозности могли бы повысить. Но только тогда, когда к этому готова будет наша экономика и прежде всего наша промышленность с энергетикой. Спасибо. Парфирьев хочет добавить. Я хотел, Вячеслав Патонович, ответить тоже на ваш вопрос. Он очень правильный, что касается именно точки отсчета. Это очень принципиальная вещь. Я хочу сказать, все, что, о чем мы говорим, находится в правовых рамках Парижского соглашения. До этого был Киотский протокол, но все это находится в рамках так называемой рамочной конвенции ООН по изменению климата. Именно этот базовый документ определяет все стратегические направления действий в отношении климата. И именно эта конвенция, именно рамочная конвенция, определила точкой отсчета 90-й год. Именно это. Это была точка отсчета для Киотского протокола, это точка отсчета для Парижского соглашения. Да, существует большое желание многих государств взять за точку отсчета другие годы, например, 2005-й, в частности, Соединенные Штаты, потому что им это очень выгодно. Это понятно. Но международные нормы четко фиксируют именно эту дату. И когда мы говорим об этой точке отсчета, говорить о том, что это не амбициозное обязательство со стороны России, это абсолютно некорректно. На сегодняшний день с 90-го года у нас снижены выбросы на 48% с учетом фактора лесов, без учета фактора лесов на 31%. В Евросоюзе они снижены на 24%. В Средних Штатах они увеличены на 2% по сравнению с 90-м годом. Амбициозность должна иметь, как вы совершенно справедливо заметили точку отсчета. Эта точка определена международными нормами. Это 90-й год. Спасибо. Спасибо. Я вижу, что Аджай Гамбир готов дать или комментарий, или задать вопрос. Вам слово. Спасибо большое, Александр. Надеюсь, меня слышно и перевод работает. Слышно и работает. Похоже, хорошо. Спасибо большое. Я начну с общего вопроса. Мне кажется, на этот вопрос могут ответить и коллеги из ИНП, и только что выступавшие коллеги. мне очень интересна экономика атомной энергетики и также энергетики на базе ВИА, конкретно в Российской Федерации. по двойной презентации Андрея и Александра очень, конечно, шокировали сравнительные цифры, которые вы показывали. Вы, конечно, знаете, что сейчас во многих странах мира с, хочу сказать, с замирающим сердцем эксперты, наблюдая за резким падением себестоимости ВИА-проектов в области ветряной энергетики, морской и связанной с фотовольтаикой и так далее. Вот вы говорите о привлекательности ядра, например. Мы знаем и по опыту Европы, и по опыту США, что АЭСы оказываются все же относительно дорогими проектами, хотя мы понимаем, что в других странах может быть какая-то своя реальность, скажем так. Здесь хочется услышать от вас какое-то объяснение тому, почему, на ваш взгляд, АЭС сохраняет свою конкурентоспособность и останется в выводе аккуратный Сергей ситуация такой же и в будущем. Спасибо. Спасибо большое, Аджай. Вопрос действительно интересный. Мы на самом деле работаем по этому вопросу не только в рамках нашей экономики, но мы сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергетике и рассматриваем экономические аспекты атомной энергетики в разных странах. И что нужно сказать про Россию? Главное, что Россия имеет полный ядерный цикл, включая в том числе и оборонную часть. Понятно, что с одной стороны мы компенсируем свои затраты на оборонную часть атомного проекта нашей атомной энергетикой, с другой стороны мы практически не имеем импорта при реализации атомных проектов. То есть это российское строительство, это российское оборудование, это российское существенный плюс атомной энергетики для России. Да, она очень высококапиталоемка, да, мы еще не умеем оценивать эффекты от вывода из эксплуатации крупных атомных электростанций. У нас практически нет таких примеров, но первое будет под Петербургом, видимо. Но так или иначе от атомной энергетики у нас существует позитивный макроэкономический эффект, и это вроде бы посчитано, доказано, мы из этого исходим. Вот что касается ВИА, тут ситуация абсолютно противоположная. Мы довольно долго не занимались этим видом технологий, и ну как это всегда бывает, когда что-то проходит мимо, мы сильно отстали. И зависимость сейчас в значительной степени, хотя у нас есть примеры строительства предприятий для производства солнечных батарей, ветровой энергетики, но это очень малые объемы. В основном это импорт. Причем импорт настолько серьезный, что вот в период локдауна локдауна многие проекты возобновленной энергии просто остановились, потому что не просто оборудование не поставлялось, но и специалисты, которые монтировали это оборудование, тоже были экспатами, то есть это были представители других стран. То есть на самом деле вот это отставание уровня развития технологии по возобновляемым источникам энергии, она приводит к тому, что если мы массово с текущих двух процентов хотим нарастить долю ВИА в российской энергетике, то мы должны будем за это заплатить большие объемы средств, это будет импорт, это будет вычет из экономической динамики, и в краткосрочной перспективе, безусловно, это будет негативно, если мы будем разменивать, например, атомную энергетику на ВИА, или если мы будем разменивать ВИА на модернизацию тепловой энергетики, вот в этом мой ответ, но если мы говорим про более отдаленную динамику, и даже про текущий момент времени, мы говорим, что ВИА это все-таки полезное для российской экономики направление, полезное почему, потому что мы понимаем, что у нас огромная страна, в ней есть такие регионы, где развитие традиционной генерации является ну неэффективным, это Арктика, это Дальний Восток, это вот регионы, которые прилегают к Китаю, то есть там вот развитие вознагражденных источников энергии, прибрежные какие-то районы, оно является эффективным, и эти технологии нужно развивать, потому что мы должны иметь возможность воспользоваться этими технологиями тогда, когда они станут эффективными, более дешевыми, как вы правильно говорите, мы видим, что себестоимость этих проектов безусловно снижается. Спасибо. Джай, добрый день, я тоже хотел добавить, на самом деле вот это тот пример, где наша кооперация будет полезна, потому что как строится обычно глобальное моделирование, там безусловно выделяются регионы и прописываются некоторые технико-экономические характеристики для стран по разным технологиям генерации, но у нас есть своя специфика, которую мы видим здесь только отсюда. И, например, если мы возьмем атомную генерацию, ну вот всем известны отчеты Лазарда, которые считают LCOE, там ведь что для атомной генерации написано? Если мне память не изменяет, 8-12 тысяч долларов за установленный киловатт мощности. У нас в России эти цифры сильно ниже. И я вот вас приглашаю послушать нашу параллельную сессию по электроэнергетике, потому что предполагается, что мы там эти моменты обсудим, и там должны быть затронуты реальные цифры, которые мы наблюдаем, и также мы там проговорим и про успехи возобновляемых источников энергетики в нашей стране. Так что давайте отложим этот, как сказать, разговор на параллельную сессию. Спасибо огромное. Спасибо. Огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода.